какой тихий вечер весенний смотрите какая красота деревья цветут цветочки тоже уже правда отцветают тюльпаны или процветают как правильно сказать ну в общем уже все процвели тюльпаны и нарциссы но это ранние сорта которые и же еще позднее позднее все впереди у них еще будут цвести курёхи что вы еще не заходите не не заходите домой да сегодня два петуха светлый петух и красный с хвостом который у меня вот он вот этот и вот тот петушочек вот подрались представляете долго дрались уже хотели их разнимать сережка по-моему и вмешался немножко а я еще и ведро воды вылила представляете на них чтобы их разъединить ну прям начали драться и все даже вот видно этот петух светлый крови весь в крови на этом то не видно вот он красавец крови не видно может он не пострадал так но в общем они дрались на равных не было понятно кто из них лидирует после этого светлый петух успешно курочек топтал и видела этот не знаю я тут не нахожусь все время не могу сказать что они не поделили тоже не могу сказать до сих пор никто не дрался а тут прямо от дрались до крови здесь в вольере дрались курятник зашли там дрались в общем везде думала уже готовить горячую воду думала сразу два двое пойдут мне суп сережа говорю сережа если что сразу им делаем секир башка пойдут нам тепленькие сразу ну что делать если они не могут найти общий язык друг с дружкой до сих пор было все хорошо ведь никто так не дрался из них и чего они сейчас решили а вот этот петух вот он вот эта матушечка безхвостый он стоял в сторонке как ни в чем не бывало он придерживается такой позиции моя хата с краю ничего не знаю типа этого да но он всегда в принципе избегает вот этих всех стычек и петух хвостатый он же все время этого дергает когда он хочет топтать курочек петух ему не особо так разрешает это все равно топчет конечно но но не всегда у него это получается новость у меня друзья я сюда переселила старушек я не захожу в курятник потому что ну как бы по понятным причинам опасно сюда заходить петух светлый на меня накидывается он на всех накидывается кто заходит в курятник поэтому целях безопасности я за бортом так вот переселила сюда старушек 7 курочек 8 сидит на гнезде на утиных яйцах высиживает утят осталось на старом месте будет там до победы до вылупления утят и вот сюда переселила старушек вчера это было вот этих старушек я пометила на правую лапку одела хомутики сейчас уже темнеет не буду показывать этих единственное могу что показать галашейка старушечка вот галашейка ее я не помечала потому что их охватываю вот я не помечала двух курочек они и так видны отличительные признаки у них есть остальных 5 курочек пометила на правую лапку хомутик одела было немножко выяснение отношений между курицами некоторыми но все успешно закончилось драк кровопролитных не было все хорошо курочки зашли в курятник сами вчера никто им не показывал где спать на чем спать куда заходить сами зашли со всеми курочками в курятник утром сегодня выпустила успешный все хорошо как будто здесь всегда и находились и вот сегодня у меня начались драки между петухами вот и думаю может они не поделили старушек между собой поставила дополнительное гнездо сейчас я вам покажу с другой стороны что что ты мне тут вякаешь он поддерживает мой разговор он поддакивает да 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 смотрите как виноградик уже распускается и вот здесь молоденький виноградик смотрите какие уже большие тут идут побеги зелененький молоденький виктор вот эти два куста виктор ой этот тоже молодой куст забыла как называется ладно сейчас я вам покажу смотрите там сидит гусыня гусынька сидит я могу отсюда показать вот вот видите вот это вот ящик стоит вот это я поставила гнездо для курочек войду обойду дополнительно чтобы вам показать кстати смотрите цветет айва вот так айва зацвела тоже красиво цветет и яблочки уже зацвели вот гнездо дополнительное поставила именно для старушек потому что для них новое место обитания и они же вчера здесь вот и в этом углу получается на этой территории только и находились это сегодня они уже по всей территории курятников расползлись а вчера они больше находились в одном углу и вчера два яйца снесли мне там я отсюда не вижу есть там яйца или нет ну буду вечером смотреть вернее уже когда стемнеет когда пойду закрывать курочек тогда и и проверю вчера два яйца туда забрал вот мой курятничек здесь опустил здесь уточки уточки завтра перекочует на новое место обитание этот курятник я готовлю для цыплят вот вынесла подон кормушку побелила курятник уже и покрасила двери друзья я еще хочу покрасить окно я не хочу не буду сейчас туда заходить не хочу запачкаться но не по-моему высохла а нет не буду сейчас запачкаю руки друзья я побелила курятник на сесты вычистил этот курятник в общем готовлюсь готовлюсь к переселению сюда цыпляток застелю еще пол курятника застелю соломой прошлом году я опилки сыпала мне понравилось но у меня мало пилок вот это вот все здесь почищу в общем на виду здесь еще выкули порядок мне надо сетку застопать вот тут дыряка так она умней и есть это дыряка она сама не зашилась надо зашивать уточки несутся две уточки точно в один день взяла 3 яйца но думаю что я наверное не видела один день я не залазила в гнездо там где несутся уточки могут нестись и возможно она там пролежала сутки а так можно подумать что три уточки несутся ну вот когда я возьму 3 в один день тогда я буду убеждена что три несутся пока только два несутся естественно мне вот здесь на первом этаже вот здесь вот курочка сидит на втором и тут поставили чашечку с едой на всякий случай воду она выходит пьет испражняется все но еды то здесь нету чтобы курочка могла покушать я вот здесь и ставлю чашку если буду чашку оставлять здесь то вот эти вот прожорливые утки они не все съедают поэтому чтобы курочка не было голодной я ей там чашку с едой поставила вот курица сидит на утиных яйца друзья я вам сказала вы видели и показывала раньше вам об этом говорила 12 утиных яиц под ней и надо проверить на оплот яйца сегодня уже пятый день она сидит на яйцах что хотела сказать значит несутся уточки на первый этаж 2 яйца взяла возможно на втором этаже еще может быть яйцо может быть одна утка туда наверх и залезла и снесла но проверю если я там найду дополнительное яйцо значит у меня три утки несутся но завтра этих уток уже здесь не будут здесь будут только цыплята вот под курочкой проверю яйца и как я вам уже сказала на оплот удалю если там есть неоплодные и к чему я вела разговор то я все время отклоняюсь и потом вспоминаю что я хотела сказать конкретно и к чему я шла и забываю отвлекаясь на другую тему разговора в общем уточки несутся на первый этаж вот сюда то этот селезень дымок залазит мне вот сюда вот вот сюда здесь же смотрите сколько места там очень много места там очень много места он туда залазит дню и наводит мне там порядке понимаете своими лапенциями шо он там делает шо он там и там два яйца находились и думаю но видела я там двое цена чё было не вытащить а я в этот момент занималась тут уборкой белил и курятник а когда я уже побелила курятник я просто забыла за эти два яйца мысли были другим заняты в общем смотрю залазить что ты туда лезешь что ты туда лезешь а он уже там видать успел понаделать то что нельзя делать я вытащила эти бойца он там прячется на первом этаже потому что видать ему жарко и что что-то он там ищет я к чему веду разговор вы помните когда я вам показывала яйца утины с рассекающимся желтком слушайте там у меня что-то происходит на на петухи дерутся сейчас посмотрим ну здесь несмотря ни на что гусь пытается залезть на гусыню причем он залазит на ту гусыню вот которая не поддается трассировки она не склоняется он ее все время хочет склонить к тому чтобы ее топтать спариться с а она не садится нет никакую и не получается вот у нее неоплодные яйца будут так я же шла вам показать посмотрите дерутся вот два красавца и вот что будем наблюдать эту картину как они дерутся или надо их успокоить вместо того чтобы идти спать спокойно они не тут дерутся вот гуся тут пытается приручить но никак понимаете вот такая она гордая эта гусыня гордая прям невозможно ее невозможно приручить вот она несет яйца и они будут неоплодные и тут виноват не гусь что яйцо будет неоплодное а гусыня это она не хочет это гусыня я заприметила она с пометкой у нее пометка на голове зеленка она слабо видна но я ее вижу эту пометку и на с того времени как я их помечала при взвешивании представляете зеленка еще не смылась я буду наблюдать и если будут вот такие неоплодные яйца то это скорее всего от этой гусыня нехорошая гусыня нехорошая почему не не поддаться до гусю очень не поддаться им потоптал бы все спарились нет ты смотри какая она недосягаемая так вернемся к петухам так вот хвостом петух вышел а тут там курятники там темно сейчас ну темно им-то видно а если я буду снимать на камеру будет темно да уж раз они начали драться уже наверное будут постоянно драться да есть еще и ночью это будет происходить или рано утром мне придется что-то уже завтра предпринимать либо делать секир башка светлому петуху потому что он у меня тут на всех набрасывается чтобы я спокойнее заходила в курятник да либо сразу двоих двоим секир башка делать ну вот так начали драться где-то во второй половине дня с утра было все спокойно вот чё драться вот зачем драться что гусенька что тебя оставили неудовлетворенным да не захотела гусенью топчи другую чем проблема он их пять штук ну одна там сидит на гнезде вернее в гнезде на сидит на соломке может уже снесла яичко может быть сносит они любят снести и там греть это так идем идем к моим уткам это слишком много внимания на себя луськи хотят так вернемся вот пока еще видно я вам их покажу красоток моих так вот вернусь к разговору о яйцах в которых растекается желток помните я показывала яйца инкубационные которые я инкубировала и я обратила внимание где-то на второй день инкубации а проверяла я что или на третий день 4 уже не помню на какой день я проверяла я смотрела воздушную камеру или я проверяла неоплоды не помню то ли 2 3 но не факт на какой день я проверяла нету разницы и там растекался желток то есть он был нарушен желток прорвался и смешивался с белком и в этом яйце уже зародыш погибает он не будет там развиваться не будет он смешивается с белком этот желток вот и был вопрос очень интересные откуда взялись эти яйца почему они такие первый раз такое у меня произошло в этом году и вот друзья напрашивается вывод какой но я вам об этом уже говорила что у меня было такое предположение что селезень залазит и тормошит вот эти яйца но вот он туда зашел он там делал раб остался лазил своими лапинцами он же тяжелый вот эти яйца могли там пострадать я пометила эти яйца запишу себе в тетрадку сегодняшнее число что селезень там лазил и мне будет интересно посмотреть на месте будет желток целый будет или нет но это будет видно уже потом да для утиков приготовила новое место обитания сейчас я вам покажу сейчас я вам его покажу ой у меня тут такие перестановки вот подон тут у меня с курятника вытащила грязнючий его надо еще почистить в общем еще много работ посмотрите посмотрите какое тут жилище посмотрите какая дверь у вас прав на стива вот так это все выглядит со стороны сеточка рабица там домик я уже туда ящички поставила два ящичка сеном прикрыла вот так шифером что прям там была тень какая-то и от дождя прикрытие было в общем смотрите сколько тут место сейчас мы зайдем и я уже отсюда вам покажу здесь очень хорошее место до обеда тень с той стороны здесь есть и после обеда здесь тень сейчас я вам покажу дверь закрыта вот эту дверь закрыть вот она высокая эта дверь и здесь получается тень тоже приличная и для четверых уток нет здесь у меня будет 5 селезень будет и и 4 уточки для пятерых здесь довольно таки достаточно места вот здесь смотрите этот домик я везде таскаю вот тут ящики здесь ящик вот здесь могут прятаться там прятаться в общем везде могут прятаться отличный домик еще осталось сюда сетку наверх купить повесить вот так друзья вот такие у нас дела смотрите сколько места для пятерых вот двери сделали господи и вчера работали сын пришел с мужем варили тут ванька занимался сваркой в общем молодцы сделали а мы сереже уже эту сетку рабицу полотали потому что она была никакая кусок валялся понимаете скомканный и вот эти вот кусочки они туда-сюда повылазили но кто понимает знает да о чем я говорю рабица что такое когда ее так вот оставляешь шаропаешь туда-сюда вот эти штучки они вылазят в разные стороны в общем и мы сереже потратили достаточно времени делали ровный верх ровный низ загибали тут вот эти вот хвостики в общем все порядок еще здесь бордюрчик завтра сережа сделает здесь вот бордюрчик жестил порожек ну останется тот что кормушку поилку возможно подон еще сюда один поставлю посмотрим мне надо будет перевести в срочном порядке уток туда загон новый и сюда переселять цыплят сначала я уток туда переселю до утки завтра пойдете туда здесь загоне надо навести порядок и кидано сюда цыплят с бродера которые уже прямо хотят им не терпится и мне терпится уже свободы поэтому побыстрее хочу сюда уже определить но чуть попозже через недельку может быть уже помладше который у меня в доме сейчас находится цыплята в деревянном бродере через недельку сюда определю а может быть и через несколько дней посмотрю по погоде уже можно будет и младших сюда переселить вот здесь у меня будет только цыплята я решила никаких уток с ними не будет будут только цыплята ну взрослых уток я имею ввиду а вот малышню еще надо будет определять буду думать ну мне сначала надо определиться цыпками цыпками которые бродере насечь там полу которым уже месяц пошел второй смотрите застряли ну правильно гусю мы не поддаемся зато мы друг друга тут топчем управимся тут провоцируем тут как он бедный терпит только это все да яблочки цветут вон видно видите вот это яблоки цветут возле забора ну вот это айва ближе к нам это айва сегодня часть деревьев побелила на то что звездка охватила белила курятник и у меня осталась капочка капочка звездки и я решила побелить деревья получается сколько я восемь деревьев побелила вот эту вот яблоньку айву и там два ряда деревьев короче восемь деревьев мы будем белить деревья остальные но сегодня уже не было времени это делать выполняем работу по мере по мере необходимости выполняем ту работу которую надо в первую очередь ой работа кипит работа много весна сами понимаете все надо сразу делать ну главное цыплят определить и все будет в порядок собираю яйца ой блин брызгнула на меня прямо вот е-мое ой собираю яйца на инкубацию продолжая собирать и решила подольше собрать я уже собрала сколько 30 по моему да 30 30 яиц буду собирать на деревянный ящик по двумя лампочками буду инкубировать решила так чем я буду собирать по 20 штук и инкубировать под одной лампочкой подольше соберу на 4-5 дней и потом буду сразу по двумя лампами инкубировать как в прошлом году я это делал яйца я уже храню в подвале там и влажность другая температура другая во времянке уже все таки тепло если у нас доходит до плюс 30 плюс 25 30 градусов днем 30 не каждый день но было несколько дней такая температура все яйца уже хранить нельзя во времянке поэтому спустила в подвал и и и и и и и и и